всем добрый день солнечная погода у нас мы сегодня у нас парни на перемонтаже монтаже далее последнюю неделю очень много спрашивали как обустроить сделать зимнюю теплицу но первое зимняя теплица двух видов оранжерея то есть это стеклопакета как у вас дома однокамерный двухкамерный ну и соответствующая стоимость второе поликарбонат на поликарбонат надо ставить минимум 8-10 миллиметров рекомендуем 10 сейчас мы покажем на нашем примере теплица термос арочного типа но с углубленным фундаментом что это означает здесь сделано плита 100 миллиметров и стены 100 миллиметров то есть я специально вчера выложил как мы и устроили последовательно то есть здесь метр высота вот это стены 100 миллиметров толщина там пенополз просто мы все покупали недорогое но вышло очень дорого поэтому вот этот теплица сразу скажу вышло где-то 500 700 тысяч вложить это без учета тех например маржи или счета какой-то там прибыли только наша работа и материал начнем то есть мы сделали вот это корыто шириной 3 метра видите дверь за стекла стоит обязательно и длиной 6 метров обшито снаружи osb 6 миллиметров внутри 6 миллиметров или 8 не помню уже шестерка кажется и покрыто специальная резиновая краска для osb чтобы она дольше не выцветала не разрушалась на солнце пол также 100 везде пенопласт сотка обычный пенопласт белый дешевый самый покрытие значит 10 миллиметров сначала мы ставили каркас арочного типа сначала было 4 миллиметра потом 10 через вот такие брусочки немножечко была ошибка это все видео потом в процессе эксплуатации выяснялось надо делать вот видите брусок а здесь прорезь чтобы воздух вот так циркулировал потому что образуется конденсат конденсат образуется на внутреннем листе поликармата который внутри помещения чтобы его устранить сейчас вам покажу что мы сделали ну и следующее это конечно предбанник дело все хоряшки их возили метарь и емкость обязательно текающий воздух холодной зимой заходим заходим здесь стоит тепловая занавеса тоже автоматическая сейчас выключена все она воздух загреет что здесь в дом ничего не покрылась но и тепло бы клапан дыхательный здесь чтоб свежий воздух поступал еще один вот это надо делать как можно больше там стоит заглушка дыхательный то есть разряжение я буду ставить вентиляторы мы испытали на павильоне который межсезон вообще идеально то есть включается когда вентиляция вон те вентиляторы выгоняют горячий воздух на улицу и засасывать с автоматом и сюда вентилятор включающего засасывать с улицы холодный буду ставить еще буду один врезать 2 потому что мало не хватает даже солнце выходит просто жара так вот для того чтобы избавиться от от конденсата на внутреннем листе от на этом листе образуется заразность температура нужно делать вот такие вот канальные вентиляторы которые закачивают воздух берут теплые сверху и закачивают между листами и вот 2 но тут как бы так когда-то сейчас получше все это за лето немножко у нас надо раскрепить все сделать красиво но сам принцип не рассказывал сам принцип также стена как видите вот это вот северная утеплена пеноплакса пеноплекс свой тоже пенопластом здесь утеплена и обшита обычным утеплителем который с фольгой но обычно для пола или для чего он прокладывается окно для вентиляции ну и соответствующий глядь и вот он пол видите здесь фанеры и покрашен обычно для пола краски то есть вот так все просто подоконники поддерживается здесь все с помощью таких термодатчиков тепловые пушки и плюс на чтобы срабатывать температуры когда здесь жарко стоит тоже термодатчик он работает в обе стороны видите 30 градусов он работает как на холод так и на тепло то есть достигается 26 кажется градусов встает начинает выгонять отсюда воздух горячий достигает 26 когда опустится он они выключатся вроде бы как бы все если будут вопрос освещения тут также есть обычная и до светки все возможно еще больше их будет скоро сейчас пока временно пока света хватает но что у нас в этом году перчики перца в основном томаты еще рассада сидит дома будем высаживать огурцы зелень рукава там шнукова то есть показывает сам принцип и вот здесь получается дверь двухстворчатая чтобы закрывать но мы практически закрываешь вот сюда шел туда вода воздух пока сейчас там все это так же стоит вентилятор видите когда разводы же автоматически включается вместе вот с этими вентиляторами то есть эти вытягивают этот раздувает поэтому вот так все вроде бы все рассказал вообще если будут какие вопросы конкретно кого-то как что отвечу с удовольствием расскажу вот такая получилась теплица видите клапана там там еще надо врезать надо делать принудительно затяжку воздуха с вентиляторами это я буду делать поставлю здесь вентилятор чтобы туда холодный воздух дало ну вот вроде бы все три на шесть ну мы здесь с ней зимой так немножечко проводим время так то все работает главное настроить все будет все отлично оранжерея потом мы в этом году будем делать у себя на участке оранжерею зимнюю антариксеевны и все которые опыт весь мы здесь испытали так сказать приняли будем уже делать в красивом виде у себя на участке при доме так что задавайте вопросы пишите комментарии ставьте лайки подписывайтесь нас все как обычно